Я уже вижу этот заветный синий цвет, обалдеть, вы только посмотрите на это, какая она громадная и офигенная! Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь у ворот деревни, которая, мне кажется, самая вообще важная и самая главная в Майнкрафте. Это деревня самых настоящих полицейских, ребята. Вы только посмотрите, всё сделано вот в таких вот полицейских цветах, как видите, моя униформа, в которую я, в принципе, сегодня одет, выглядит практически так же, только она немного темнее, ребята, и проникнуть, мне кажется, сюда будет достаточно трудно. Хотя, с другой стороны, полицейских в Майнкрафте, как и в жизни, достаточно много, и, возможно, даже никто, ребята, не поймёт, что я на самом деле не являюсь работником полиции. В общем-то, давайте попробуем сегодня сюда так проникнуть, аккуратненько проходим, и вроде как окей. Тут очень много полиции, вы только посмотрите, все что-то ходят, что-то все обсуждают, я не знаю, слышно это или нет, бормочут что-то между собой, и их тут реально дофига, ребята. И, блин, на самом деле это странно, обычно меня кто-то встречает в таких роликах. Вот тут кто-то стоит и ждёт, пока я подойду, ребята, но здесь это, видимо, работает несколько иначе, всё-таки деревня полицейских, а не каких-то там миллионеров или кого-то подобного. Так, давайте я тут пока что сам осмотрюсь, памятник какой-то или статуя, или монумент, я даже не понимаю, подождите, я здесь вряд ли разберусь без какой-либо помощи, мне нужна помощь. Эй, ребят, коллеги, эй, им пофиг, они вообще на меня никакого внимания не обращают. О, я вижу, там кто-то стоит, слушайте, наверное, важная шишка какая-то, слушайте, давайте просто к нему побратимся, как бы скажем, что так и так, я новый полицейский, да, новый работник полиции, пускай он мне объяснит, я думаю, он поможет, мне откажет, эээ, добрый день, здравствуйте. Здрасте, ты чё сюда зашёл-то, а? Ну, в смысле, я просто вот только прибыл в деревню, а ну, новый полицейский, новый штатный работник, и... Ну, мне помощь как бы нужна, я тут сам-то не разберусь. Ты чё, маленький что ли? А ну дверь закрой с твоей стороны. Ладно, да, да, ладно, извините, подождите, ребят, чё-то как-то наше знакомство не заладилось, так, секундочку. Эээ, я извиняюсь, просто я реально не разберусь, у вас тут очень много всего. Да, как-то вы задолбали зелёные, ладно, пойдём. Ну, пойдёмте, я-я дверь тогда закрою. Зелёные, а что это значит? Ну, зелёные, не, ну, знаешь, новенькие, новички. А, в этом плане, ну, просто меня перевели из... Какого дела? Из деревни жителей номер 13 меня перевели, вот, и сюда направили. Деревня номер 13? Ну... Этой деревни ютуберок, этих мерзких, вот этих вот всех, пфу, на них. Ладно. Да ладно вам, нормальная деревня, я там вот работал, но... А, там нового полицейского назначили, да, и меня сказали, повысят даже. Повысили? Или ты слишком плохой, что они сюда отправили, на мою шею? Ой, да я, если честно, не знаю, ну, вроде как повысили. Ладно, вы мне быстренько, пожалуйста, в двух словах объясните, потому что, как бы, деревня жителей номер 13, она сама по себе маленькая, у вас тут такие масштабы, монументы какие-то, дома, башни, короче, всё у вас выглядит достаточно масштабно. Давай попроще, давай, короче, ты мне будешь задавать вопросы, я буду отвечать. Ладно, видимо, ребят, в полиции всё работает несколько иначе. Ну, окей, давайте, наверное, вот с этого начнём, вот, что это вот за строение у вас вот такое непонятное? Ну, это как бы памятник, мы около него собираемся, у нас здесь всеобщий сбор, брифинг, так сказать. Мы здесь, в общем-то, либо повышаем квалификации, либо выдаём награждения, премии и так далее, выбираем лучшего сотрудника за месяц, в общем, всё такое. А, я понял, я понял, типа вот такой вот комнаты совещания на улице, свежий воздух, полезно всё-таки. Ну да, да. Так, я так понимаю, вот здесь я уже догадываюсь, поскольку я бывал уже в деревнях подобных, здесь у нас эти, как их, ну, будки, так скажем, ну, домики, домики для жительства полиции, да? Я тебе дам будки, вы чё, собаки, что ли? Это дома самые настоящие, в общем. Ну, ну да, дома. Здесь живут полицейские, да, некоторые полицейские здесь живут, если у них негде перекантоваться, как бы пару ночи мог вот здесь пожить. Смотри, здесь, значит, складские где-то, помещения всякие, в общем-то. Если у нас не хватает камер, приходится, как бы, менять двери и сюда заключённых, в общем-то, сажать. Ну, а так, в принципе, ничего такого особенного. А, как я понимаю, вот это, наверное, ребята, очень такой, знаете, показательный дом, потому что именно сюда, мне кажется, заключённых и засовывают. Как-то здесь, на самом деле, не очень уютно. Ну, ладно, я, в принципе, всё понял, тут тоже, видимо, склад, окей. А это, ну, в принципе, это логично. Это ваш автопарк деревенский, да? Ну, конечно, какой деревенский? Это самый крупный участок полиции вообще в Майнкрафте, если ты не знал. Поэтому, да, вот здесь у нас, как бы, это первый уровень нашей парковки, так скажем. У каждого сотрудника здесь есть своя машина. О, здорово, слушайте, а можно мне вот эту вот машину? Я бы на ней поездил, потому что остальные мне не очень нравятся. Ага, обязательно на велике будешь у меня патрулировать, понял? Не-не-не-не, я на машине просто хотел, ну, я же говорю, меня повысили, вот у меня даже жетон есть. А мало ли что ты хотел, мало ли что ты хотел. Здесь наши правила, понял? Ладно, извините, как-то тут слишком строго. Хотя, в принципе, это логично, полиция всё-таки. Ладно, я, в принципе, понял, тут дома, там памятник, где повышают, здесь автопарк. И давайте пройдём немножечко тогда дальше. Здесь какой-то важный дом, судя по всему. А в этом доме вы не подскажете, кто-то живёт или чего? Слушай, ты бегаешь, конечно, капец. А, это, да, 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 где совещания, короче, проводятся всякие, знаешь, тоже. Как ми-мини-комнатка, где можно посидеть, отдохнуть, в случае чего. Какие-то совещания. У нас несколько таких домиков по деревне разбросано. А, я понял, окей, хорошо. Я у вас, кстати, обратил внимание, грядок у вас, мне кажется, немного меньше, чем в обычной деревне. А из-за чего это? Ну, а зачем нам грядки? Ну, я не знаю, там, чтобы полицейские, там, работали, не расслаблялись. У нас и так работы хватает. Хочешь попахать грядки, я могу назначить тебя, конечно, но вообще это не каждый хочет делать, а у нас здесь и не так, знаешь, как бы, ну, может, заключённые захотят какие-то поработать, так скажем. Вот, заключённые тоже надо шанс давать, так скажем, пусть переосмысливают, пусть учатся, получают профессии. И вот мы их здесь, в общем-то, так скажем, эксплуатируем. Я понял, я понял, типа исправительных работ, окей, окей, в принципе, вещь правильная. Ещё, я так понимаю, дом для совещаний и так далее, а вот это уже поинтереснее. О, оружие, вот оно где! Да, ну, дошёл от него, ты чё, вообще дурак? Ну, так в смысле, я же полицейский, у меня же должно быть оружие. Ты сейчас не на смене, ты никуда не выезжаешь, не бери оружие. Ну, я... И под расписку его надо брать, понял? Ладно, ладно, чего кричать-то сразу? Дайте, я хоть просто посмотрю, здесь, я так понимаю, пистолет, а это чё такое? Шокеры? Это электрошокеры, да. Дистанционные электрошокеры, они стреляют дротиками. А, я понял, так, ковнутри... Ой, тут оружие помощнее, я вижу. Ну да, это оружие берёт только, как бы, спецподразделения, либо офицерской квалификации, потому что, ну, знаешь ли, всё-таки оружие автоматическое, как-никак. Ну, я понимаю, да, куда мощнее, ребята. Вот таким оружием, действительно, ребята, можно кучу хейтеров перебить. А у вас вот какие самые популярные вызовы, кстати? Мне всегда было интересно. Знаешь, чаще всего мы ездим, в общем-то, к малоимущим людям, да, ну, бомжам попросту, да. Вот, ездим, они там дерутся постоянно за еду, ну, такое, знаешь, по мелочи, разнимаем их, даём им там еду какую-то, ну, знаешь, помогать пытаемся. Вот, преступники иногда бывают, ограбления всякие, ограбления деревень, вот эти всякие вот гриферы, вот эти вот всякие хакеры, вот эти вот, знаешь, поразупрашивали молодые. Я понял, короче, такие вот, на самом деле, вызовы, которые в деревне номер 13 тоже часто случаются. А здесь, я так понимаю, очень много запасной униформы. Я вижу фуражки, штаны, где-то здесь вот ещё кофта была полицейская. А для чего это? У нас же есть форма. Ну, в смысле, ты же, как бы, на вызовах можешь спачкать, порвать, потерять. Но если ты потеряешь, я тебе, как бы, дам по голове, конечно, за это. Будешь у меня писать текста, а не на вызовы ездить. Но, в принципе, если ты, как бы, порвал свою форму новую, ты получишь. А, ну, окей, это радует. Тут ещё одна машинка патрульная. А здесь, я так понимаю, оружие тоже выдают, да? Не-не-не, здесь у нас повар Виталий, если что. Вот, можешь посмотреть, можно взять у него всё абсолютно бесплатно. Это абсолютно всё бесплатно. Офигеть просто так. Не толкайтесь, пожалуйста, уважаемые. Я тут тоже, вообще-то, стою в очереди. Обалдеть, вы посмотрите, сколько здесь пончиков. Пончик-желе, глазированный пончик, посыпанный пончик, шоколадный пончик с корицей и сахаром и обычный. И ещё очень много кофейных напитков. Знаете, ребят, я немножечко себе понабираю, и вы только посмотрите, здесь просто без ограничений можно брать в любых количествах. Обалдеть, конечно. Вот такого бы повара нам-то в деревню. Жесть, конечно. Слушайте, я тут пончиков набрал, мне кажется, на год вперёд. Ничего страшного? Ну, если они у тебя не сгниют в карманах, то ладно. А, ну, окей, так, а внутри здесь, в принципе... Ага, тут печки, я так понимаю, просто тут он, в принципе, готовит. Ну, окей, я так понимаю, мы обошли уже всю деревню, я правильно понимаю? Ну, да, здесь вот ещё пара домиков, но они особого смысла не несут. Я понял, подождите, ребят, я думаю, вы тоже в курсе. Постоянно в фильмах показывают, да я думаю, вы и так это знаете. Есть же номера экстренных служб, там, 112, вот, 102, 101 и так далее и тому подобное. На всякий случай добавлю их на экран, ребята, мало ли кто вдруг не знал, теперь будете знать номера всех экстренных служб на всякий случай. Ну, так вот, я знаю, что есть вот специальный центр, куда эти вызова поступают, там их как бы обрабатывают специально обученные люди. А у вас такого нету, а ты говорил, что... Точнее, вы говорили, что у вас, типа, самый большой участок, а где это всё? Не-не, ну ты чё, фильмов насмотрелся, что ли? Ну, а чё, у вас нет такого, серьёзно? Нет. Да не может такого быть, ну, в каждом полицейском участке есть такая маленькая штука, где стоит вот этот вот центр принятия экстренных вызовов. Я уверен, у вас такое тоже есть. А, я смотрю, ты слишком умный, да? Ну, я не то, что умный, но это, мне кажется, все знают, ребят, ну, серьёзно, я думаю, многие это знали. А, многие это знали, за это будешь у меня двойной наряд стоять, понял? Ладно, пойдём, покажу тебе, недооцениваю. А, ну вот, вот, я же говорю, меня повысили в деревне так, опять куда-то спускаться. Ладно, да, я понимаю, становлюсь скорее... А, господи, чуть не остался наверху. Сейчас посмотрим, как это всё устроено, так скажем, ребятки, изнутри. Так, прибыли, лифт приземляется и... Ой, а чё это у вас тут? Чё, ну, короче, вот это, я же говорил, самое большое. Пойдём налево сначала. Сейчас у нас пересменка, как бы, да? Людей сейчас здесь нет. Вот здесь, короче, все компьютеры, так с нажимаемый офис, да? Тут кал-центр, вот это вся, вот это вот. Тут сидят люди, ля-ля-ля-ля, когда ты звонишь в полицию, вот. А, я понял, ой, тут очень много этих компьютеров, да-да-да-да-да, очень много мониторов. Я же говорю, самый крупный участок. Ну ладно. Так, я понял. Пойдём дальше. Дальше у нас, в общем-то, направо пойдёшь, как говорится, к заключённым попадёшь. У нас здесь тоже, как бы, сейчас переучёт всех заключённых, камеры свободные, вот. Но здесь сидят самые опасные преступники. А, я так понимаю, они специально засовываются под землю, чтобы никуда не выбежать. Так, а внутри у них тут, как с условиями, ну, раковинки есть, кроватки очень много. Так, я извиняюсь, можно ли я как-то выпустить? Ну всё, давай, посиди. Да не-не, я понял. Вот, всё, замечательно. Фух, а то как-то страшно, ребят, с ним странно. Он какой-то этот полицейский. Так, окей, а вот оружие, это что такое? Оружие, чё, непонятно, в общем, ладно, заходи. Вот, здесь у нас, короче, спецподразделение использует это оружие, в основном здесь его куча, оно всё в ящиках, лучше этого не трогать, знаешь ли. Ну, окей, я не буду. Да, вы только посмотрите, ребята, здесь огромное количество, вот какие-то более-менее снайперские винтовки, АК-47, пулемёты, ещё какие-то снайперские штуки. Не-не-не, я это лучше трогать ничего не буду, я, в общем-то, понял. Как я понимаю, вот это вот была заключительная такая комнатка, и теперь мы смело можем подниматься вверх, я правильно понял? Да, всё правильно, кстати, сейчас у нас будет с тобой первый вызов, поэтому сейчас наряжайся, собирайся, вот, бери оружие под расписку, вот, там, повара Виталия, может, покушать здесь дорожку, поедем сейчас в деревню соседнюю решать вопрос, там ограбление какое-то, поэтому давай, давай, пошевеливайся, давай. А, окей, хорошо, хорошо. Короче, ребят, это на самом деле зашло слишком далеко, я настолько хорошо вжился в роли этого полицейского, что сейчас меня берут на какой-то вызов. Я попробую, конечно, ребята, как-то с этого всего, знаете, откреститься, так скажем, потому что я всё-таки непрофессиональный полицейский, и попробую сейчас как-то скрыться, наверное, из этой деревни. Но, во всяком случае, надеюсь, ролик вам понравился, если это так, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, а я побежал, ребята, всем удачи и пока.